Добрый вечер, дорогие коллеги. Во-первых, хочу поблагодарить в первую очередь Ирину Николаевну за организацию столь действительно значимого мероприятия. И поблагодарить всех, кто присутствует в зале, потому что когда в субботний вечер, поздно вечером, в зале находится большое количество людей, это говорит о том, что конференция на самом деле организованная, интересная, интересные доклады, презентации. Я выбрала для указа случай с пациентом, у которого был выявлен гидроцефальный паркинсонизм, или который обозначается еще как триада Хакима Адамса, или нормотензивная гидроцефалия. Кто работает с пациентами и лечит паркинсонизм, как первичный, так симптоматический, так и атипичный, сталкивается, безусловно, с такими пациентами. Их может быть не очень много, но я думаю, что в практике любого паркинсолога такие пациенты есть. Такие пациенты достаточно интересны в плане как диагностики, так и понимания того процесса, что с ними происходит. Однажды, находясь в аэропорту, я хочу немножко отвлечь ваше внимание, потому что все уже устали, Афин, я сделала снимок через окно в аэропорту двигающегося лайнера. И когда я потом посмотрела на свой телефон, я решила посмотреть, получилась ли картинка, фотография. И я, честно говоря, остолбенела, посмотрела, думаю, боже мой, что это такое? Как вы думаете, что это, кроме самолета на фотографии? Ну, такое впечатление, облака, ну, вроде бы нет. Летающие тарелки, ну, я же еще не совсем сошла с ума. Правильно, это отражение света. Когда я повернулась назад, я увидела огромные светильники на потолке. И я поняла, что это, конечно, иллюзия. Но смотря на наших пациентов, мы должны всегда помнить, видим мы истинную картину или, так сказать, что-то другое. И поэтому сомнение, которое зарождается, всегда должно быть как бы дорогой или поиском истины. Будучи на одной из конференций, по-моему, также посвященной Movement Disorders, мной было представлено стендовый доклад о пациенте с гидроцефальным паркинсонизмом, у которого были явления в последующем, после проведенной операции, дисфункции Шонта. И там на этой конференции, вернее, мы раньше познакомились с Марианной Селиховой, которую я сегодня уже поминали, которая переводила книгу Джеймса Паркинсона на русский язык. Она сама москвичка, она много лет работает в Лондоне. И мы разговаривали, потому что она подходила к нашему стенду, и после этого она мне представила, как интересно, у нас тоже есть такие пациенты, потому что она работает в центре, где таких пациентов следует, лечит. У них есть нейрохирургическое подразделение, таких пациентов достаточно много. Она мне прислала вот эту статью для того, чтобы я могла ознакомиться. Я поняла, что действительно это интересно, что мы не одиноки, и весь мир этим давно занимается, а у нас как-то немножко на это не так часто мы сталкиваемся с этой патологией. Хочу немножко напомнить буквально в нескольких слайдах о том, что такое гидроцефальный паркинсонизм. Это разновидность сообщающейся гидроцефалии с хроническим расстройством ликвародинамики. Это практически синдром, который характеризуется специфической клиникой патофизиологии процесса и специфическими изменениями, которые мы находим на компьютерной томографии или на магнитно-резонансной томографии. Если говорить об эпидемиологии, это достаточно редкое заболевание, но тем не менее за последние два года в нашем отделении пациентов с гидроцефальным паркинсонизмом наблюдалось, по-моему, около 15-16 человек, а с дисфункцией шонта их было пятеро. Чаще, конечно, болеют люди пожилого возраста, но часто встречаются и у молодых людей. Впервые эта патология была описана колумбийским нейрохирургом Хакимом в 1957 году, а уже термин «нермоотензивная гидроцефалия» предложил американский нейрохирург Адамс в 1965 году. Безусловно, эта проблема актуальна, потому что, может быть, она не так сложна для диагностики, но она гораздо сложнее для понимания и, самое главное, для лечения. Если говорить об эпидемиологии, то бывает первичная нормотензивная гидроцефалия и причины возникновения ее до настоящее время не совсем, так скажем, уточнены. Рассматривается какая-то генетическая детерминация развития этого процесса, нарушение производства и резорбции всасывания ликвара конвекситальными наружными отделами мозга и хореидальными сплетениями в желудочках мозга. И возникает часто вторичная, которая может появиться после перенесенного какого-либо заболевания с развитием спаечного процесса. Это может быть черепно-мозговая травма, менингит, суперахноидальное кровоизлияние и какие-либо другие процессы. В патогенезе, безусловно, имеет значение дисбаланс и нарушение резорбции цереброспинальной жидкости, как я уже говорила. Увеличение объема ликварных пространств, причем которое происходит достаточно медленно в течение нескольких месяцев, а может быть даже лет. И поэтому не развивается внутричерепная гипертензия, потому что когда проводят анализ ликвара, то, как правило, жидкость вытекает не под нормальным давлением. Растяжение проводящих путей лучистого венца. Многие ученые связывают проявления клинические данного синдрома именно с этими патофизиологическими изменениями. Уменьшением объема ткани, растяжением проводящих путей, с давлением, смещением и ишемии стриатума, а иногда и разрывом путей, которые идут от черной субстанции к полосатому телу. Механический разрыв и поражением самой черной субстанции за счет давления ликвара на ткани. Мы знаем, что черная субстанция находится практически под дном черного желудочка в верхних отделах среднего мозга. И вот на данном снимке внизу могу сразу, так скажем, показать, что это снимок нашего пациента, у которого развилась дисфункция шунта, и в области ножек мозга мы видим отек, который, кстати, трактовался нашими нейрофизиологами как возможный объемный процесс. Но познакомившись с статьей, которую мне выслала Мария Анна, там шла речь о том, что было проведено исследование в когорте здоровых людей, 11 человек, пациента с болезнью Паркинсона, 12 человек, и пациент, мужчина, которому было 44 года, который в свое время в 23-летнем возрасте перенес ликварошунтирующую операцию по поводу нормотензивной гидроцефалии, и развилась дисфункция шунта. И когда они увидели драматически развивающуюся картину паркинсонизма, он отличается от истинной болезни Паркинсона, они показали различие, в чем идет различие, путем проведения позитронной эмиссионной томографии и с флюородопой, которая, так скажем, поглощалась теми отделами мозга, которые наиболее часто и поражаются при данной патологии, при экстрапирамидной. Дальше расскажу, какие были отличия. Итак, гидроцефальный паркинсонизм. Каковы основные клинические проявления? Это прежде всего нарушения походки по типу лобной дисбазии, это когнитивные нарушения, которые развиваются постепенно, и в самую последнюю очередь появляются тазовые расстройства в виде нарушения мочи. Крайне редко бывает появление всех этих симптомов сразу, они развиваются постепенно, и чаще всего на первый план выступают нарушения функции ходьбы, когда пациент начинает ходить с широко расставленными ногами, шаркая, вроде элементы магнитной походки, но при этом есть атаксия. Часто у таких пациентов присоединяются паркинсонические симптомы в виде акинетико-ригидного синдрома, брадифрения, брадиололия, брадиокинезии, и часто появляются глазодвигательные нарушения, опять-таки за счет давления столба жидкости, которая собирается в золочках мозга, на те, так скажем, отделы, которые находятся в среднем мозге. Мы знаем, что там находится среднепродольный пучок, ядро продольного пучка, ядро шва, которые отвечают за содружественные движения глаз. Поэтому часто возникают глазодвигательные нарушения в виде нарушения вертикального взора, замедления сакат. Кроме клинической диагностики, мы должны всегда принимать во внимание данные компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, где мы обязательно увидим расширение желудочковой системы мозга. При этом, к сожалению, наши нейрофизиологи, те, которые проводят магнитно-резонансную томографию, компьютерную, никогда не считают и не показывают нам индекс Эванса, который тоже важен в диагностике данного заболевания. Это фактически отношение расстояния между самым большим расстоянием боковых желудочков мозга и наибольшим расстоянием внутренней поверхности черепа. И он должен, если он более 0,3, то тогда можно, так скажем, подтверждающим критерием таким пользоваться. При этом происходит расширение неравномерных особо рахноидальных пространств, происходит компрессия срединной щели мозга, и, что самое главное, практически нет выраженной атрофии коры головного мозга, потому что, когда у таких пациентов развиваются дементные нарушения, они в начальной своей стадии схожи с так называемым альцгеймеровским типом, когда нарушается память краткосрочная, долгосрочная, человек перестает выполнять определенные команды, но при этом при диагностике альцгеймера мы всегда видим атрофический процесс. Естественно, мы проводим люмбальную пункцию. Как я уже говорила, люмбальная пункция практически по клеточному составу не отличается от нормальной, давление у нее нормальное, но обязательно нужно проводить так называемый ТАП-тест. Пациентов с клиникой нормотензивной гидроцефалии необходимо вывести от 30 до 50 мл жидкости и затем оценить функцию прежде всего ходьбы, хотя, в общем-то, можно оценивать и когнитивные нарушения, и тазовые. Обычно это происходит не ранее, чем через сутки после проведенной пункции. По некоторым данным, улучшение может происходить даже на третьи, пятые или седьмые сутки. Мы проводили таким пациентам этот тест и действительно получали хороший ответ. Это говорило о том, что в принципе в таких случаях операция ликварошунтирующая должна дать хороший результат. Медикаментозное лечение, к сожалению, у таких пациентов практически не дает ответа. Поэтому чаще всего используется хирургическое вмешательство, когда проводят или вентриколоперитониальное, или люмбоперитониальное шунтирование. На картинках сбоку вы видите, как проводится, вставляется шунт в желудочковую систему, и второй конец выводится в перитониальное пространство для сброса ликвароспо-специальным клапаном. И при рецидивах шунта, а такое, к сожалению, достаточно часто встречается, мы уже убедились на наших пациентах, необходимо производить ревизию шунта. К сожалению, не всегда это происходит вовремя, и у нас в конце прошлого года лежала молодая женщина, с которой мы долго проводили диагностические мероприятия. Я пыталась доказать нашим нейрохирургам, что у нее есть дисфункция шунта, потому что она поступила к нам как раз с признаками вот этой драматически нарастающего кинетико-регидного синдрома брадиофрении, глазодвигательными нарушениями. Нейрохирурги приходили, довели на этот клапан и говорили, никакой дисфункции нет. Я говорю, у нее есть клинические дисфункции, это 100% есть. Мы потеряли время, безусловно. Мы договорились, это было 31 декабря, отвезли ее в Киев, ее здесь прооперировали. Когда мне нейрохирурги позвонили и сказали, что там действительно в шунте фактически не жидкость была, а слизь, которая напоминала по своим характеристикам такой густой зеленый насморк, потому что ликвар – это скопление, нет, не только жидкость, это фактически переработанные отходы, белки и так далее, большое количество клеток. И, к сожалению, из-за того, что время было задержано, пациентка потом через 2 или 3 недели погибла, у нее развилось послеоперационное осложнение, кровоизлияние в желудочке мозга. Я думаю, что просто опоздали. Ну и вот теперь клинические случаи с нашим пациентом. Это молодой человек, почему-то… Молодой человек, которому было 22 года. Мы его впервые увидели, когда он попал в наше отделение нейрохирургии. Нейрохирургии вызвали меня на консультацию, потому что были несколько обескуражены. Они наблюдали этого молодого человека уже почти на протяжении 2 лет. Он впервые был доставлен в клинику в возрасте 22 лет из мест не столь отдаленных, где отбывал наказание. Было известно из анамнеза, что он употреблял каннабиноиды. И в какой-то степени можно было бы его рассматривать как пациента, у которого есть какой-то дисбаланс нейромедиаторов, безусловно. Но когда его, находясь в тюрьме, у него появились головные боли, и очень быстро стали нарастать симптомы нарушения активности движений, и привезли его в клинику практически к бессознательным состояниям. Сделали компьютерную томографию, обнаружили синдром внутренней гидроцефалии, и решили провести операцию. После операционного периода он полностью восстановился, и его отпустили. Это был первый его снимок. Вы видите, какие широкие желудочки мозга. Нет атрофии головного мозга. Компримирована срединная щель мозга. В декабре 2013 года сделали ликварошунтирующую операцию, и мозг стал практически нормальным. Состояние больного стабилизировалось. В 2015 году, как раз время, когда я начала наблюдать этого пациента, состояние вновь ухудшилось. Его опять привезли в нашу клинику. Нейрохирурги повторно сделали операцию, заменили шунт. Но они были чем обескуражены? Тем, что несмотря на то, что заменили шунт, в послеоперационном периоде у него драматически начали нарастать явления кинетико-регидного синдрома. Они позвонили ко мне, не знаем, что делать. Вроде все сделано, все правильно, проходимые пути. Почему такое состояние? Да, запустите видео. Вот я его смотрела, он был в таком состоянии. Вы видите, есть глазодвигательные нарушения. В одну точку смотрят. По вертикали. Смотри глазками наверх. Наверх за молоточком. Наверх за молоточком. Смотри, наверх. Вниз. Еще раз наверх. Теперь сакады показываю. Сюда быстренько посмотри. Сюда быстренько посмотри. Еще сюда быстренько, сюда, 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 а теперь смотри, вот молоточек наверх, переключай зору наверх, на молоточек, на молоточек, а теперь на палец сюда, на молоточек, еще на палец сюда, еще на молоточек, ну замедленные, видишь, такие сакады очень, гипомимия лица, гипомимия, попробую на кончик носа посмотреть, тоже отсутствует цвет. Зубы покажите, растяните зубки так, язык вперед, то есть медлительность во всем, хорошо, теперь попробую сказать, как тебя зовут, your name? Гиря Василий Владимирович, еще раз громче иметь, Гиря Василий Владимирович, теперь попробуй поднять руки вверх медленно, хорошо, опусти, положи ручки сюда. Одинаково, ригидность, есть ригидность, поднимай медленно на левую руку вверх. Гиря Василий Владимирович, еще раз громче иметь, поднимай правую ручку медленно на левую руку вверх. Ножки свободны, попробуй оставить свободно. оживлены понятно но разницы нет теперь попробуй встать ноги вместе хорошо пальчики попробую расстать за круг глазки попадая указательным пальцем кончик дрожание периодически иди медленно на доктора и в дверь Поворачивайтесь, поворачивайтесь на месте, еще разок повернитесь вокруг себя. Еще чуть-чуть, и идите теперь опять на боксер. Хорошо. Теперь еще назад. Еще хочу проверить. Актеропический лист? Вот этот фингер. Да, да, фингер. Так, подожди, встань еще на секундочку ко мне спинкой. Немножко назад отойди, пару шагов назад. Может поможете обратно всякий случай? На всякий случай за мной встаньте, чтобы я не упала, если он тяжелый. Я вас немножко толкну. Сейчас еще раз. Устойчивость, в принципе, есть. Сейчас еще раз. Не падает. Вложитесь еще в постель. Верните, значит, переставите. Сделайте ручки вот так, расстаться широко. А теперь первым и вторым пальчиком, только хлопайте, закрываете ладошку, открываете, закрываете, открываете, закрываете. За спиной, за спиной, за спиной встань. Там просто свет. А, свет можно. Видишь, у него положительная. Видно, видно. Уменьшается. Давайте еще, 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 еще уменьшается. Уложитесь еще. Скажите, а вот сейчас, когда вы уже были дома, готовите или нет? Точно? Угу. Видеть можно, конечно, сколько угодно. Они никогда в жизни, во-первых, не признаются. Так, теперь ножки вы примете, пожалуйста. Что мы делали, кстати, пока не переключайте, что мы сделали? Ну, я, в общем-то, как бы подумала, что можно сделать больным. Мы назначили ПК Мерц в жидкой форме, 500 миллилитров, 200 миллиграмм прокапали. И что было самое удивительное, что практически на следующие сутки был просто драматический ответ. Он стал совершенно другим человеком. Очень быстрый ответ, очень быстрый ответ. Это тоже отличает, в общем-то, синдром нормотензивной гидроцефалии и появление этих, так скажем, двигательных нарушений от болезни Паркинсона. Мы бы при болезни Паркинсона никогда не получили бы такой ответ. Так вот, в работе англичан они показали в своем исследовании, что происходит с мозгом у пациентов с нормотензивной гидроцефалией и у пациентов с болезнью Паркинсона. И там, и там было снижение захвата флюородопы клетками хвостатого ядра и скорлупы. Но в абсолютном количестве, как они показали, практически не отличалось. Но коэффициент отношения захвата клетками хвостатым ядром и скорлупы у пациентов с нормотензивной гидроцефалией было значительно ниже. И более равномерное распределение по стриатому. У пациентов с болезнью Паркинсона было показано, что в основном задняя часть скорлупы, клетки задней части скорлупы захватывают в меньшей степени леводопы. И они связаны с латеральной частью черной субстанции. И это тоже объясняет такие относительно медленные, но в начале заболевания двигательные нарушения, которые возникают при болезни Паркинсона. Потому что это именно та часть скорлупы, которая отвечает за движение. У больных же с гидроцефальным паркинсонизмом вот это примерно одинаковое распределение, вернее поражение клеток стриатома говорит о том, что стриатом страдает диффузно. Но опять-таки, в результате чего? Очевидно, сделан был вывод, за счет сдавления большим количеством ликвора, сдавлением тканей мозга, отеком этой части, возможным перекручиванием и разрывом самих волокон, этих негростроальных путей. И также было показано, что в основном страдает не латеральная часть черной субстанции, а медиальная часть, которая также близко подходит к третьему желудку. Практически дно третьего желудочка, воспринимая на себя воздействие объема жидкости. Кроме того, когда уже поставлен шунт, то вот эта дисфункция шунта и его проверка, а потом замена, приводит к определенным движениям и опять-таки раздражениям той части мозга, где близко очень подходит черная субстанция. И на МРТ, особенно на флэр изображениях, было показано свечение зон, где находится черная субстанция. Исследователи пришли к выводу, что это так называемый остаточный отек. Помните, я вам показывала первый снимок, который наши специалисты оценивали как возможную опухоль пластины четверохолмия. На самом деле это отек. И вот мы, так скажем, пациенту назначили. Он значительно улучшился. В течение трех дней мы прокапали ПКМР и перевели его на таблетированный прием. Состояние было нормальным. Он уехал домой. Можно следующий кадр. Через два месяца состояние опять вновь ухудшилось. Мы опять... Ему опять поменяли шунт. В послеоперационном периоде... Движение на второй день. После одной инъекции... Амантодин. Ну все, можете тоже выключить фильм. До сегодняшнего дня пациент получает ПКМР стаблетированный в дозе 100 миллиграмм два раза в сутки. Суточная доза 200 миллиграмм. Мы знаем, что это не прямой агонист дофаминовых рецепторов, находящихся в стриатуме. Ну, кроме всего, антихолинергическими свойствами обладает препарат. И, в общем-то, нашему пациенту достаточно хорошо помогает. Дальше, пожалуйста. Я хотела показать эти две картинки. Молодые люди прислали... Вот та девочка, которая находилась возле пациента, это была его девушка, которая помогала, ухаживала за ним. Когда его состояние улучшилось, они поженились, у них уже есть ребенок. Вот в этом году они мне прислали вот такие свои прекрасные фотографии. Это говорит о том, что если мы вовремя можем распознать патологии и помочь пациенту, то, естественно, качество жизни становится совершенно другим. АПЛОДИСМЕНТЫ Дозы леводопы неустойчивы, пациент склонен к неконтролируемому приему препарата леводопы. Где-то колеблется между 600-1200 мг леводопы. Точно сказать, в каких суточных дозах он придерживается практически невозможно. И сейчас он демонстрирует свои особенности моторики и свою речь. И я немножко комментирую, о чем он, собственно, говорит, потому что понять невозможно. Запустите, пожалуйста. О чем он говорит? У него есть свой какой-то бизнес, какой айфон? Я громко говорю, Мик. Да, он занимается своим делом, у него есть определенный интерес к жизни. И вот на этом видеофрагменте он объясняет, я с утра выпиваю дозу, меня не включают, я быстренько, мне нужна следующую дозу, потому что работа, там машины приехали, там рабочие ждут. Он нагоняется утренней дозы. Я говорю, что будет во вторую половину дня? Ну, а во вторую половину дня уже дорого, потому что он и столева получает. И для него уже дорого поддерживать прием столева. На вторую половину дня дозу он обрывает, находится в обездвиженном состоянии до следующего утра. Утром опять это прием завышенных доз. И обратите внимание, с какой одержимостью, с каким увлечением, с каким эмоциональным окрашиванием он рассказывает о том, как он набирает эту дозу. Меня включило, тут деньги пошли, тут ребята приехали. То есть очень эмоционально человек рассказывает о своем реагировании на прием утренних доз препарата Леводопа. Та дискинезия, которую он здесь демонстрирует, она его практически не беспокоит. То есть попытка зафиксировать его внимание и задать вопрос, насколько вам некомфортно вот это состояние насильственного движения. Он говорит, да, мне это не важно. Главное, чтобы я мог двигаться и руководить процессом. Это, в принципе, известное состояние. Для меня такой тип пациентов является наиболее драматичным. Это наиболее, ну, тяжелый тип пациентов в практике. И у меня два вопроса к аудитории. Даже, ну, два-два с половиной. Что это за явление? Ну, мы знаем, неоднократно уже в рамках этой конференции это явление упоминали. Надо ли выносить это в диагноз? У нас болезнь Паркинсона, такая-то стадия, такая-то форма. Надо ли это осложнение выносить в диагноз? И, в принципе, какие перспективы коррекции? Это мой вопрос к аудитории. Спасибо большое. Кто-то прокомментирует. Мнение аудитории. Надо ли вы... Это дискуссия. Ну, это понятно, что это заявление. Ну, кто-то назовет. Это не дискуссия. Мается на увазе не только дискинезия. Так, то есть моторные флюктуации, дискинезия пикудоза. Я так понимаю, что мается на увазе еще синдром дофаминовой дезрегуляции. Да. Чи треба синдром дофаминовой дезрегуляции выносить в диагноз? А можно ответить? Так. Добре. Ну, в принципе, напевно, каждый из нас, кто занимается хворобой Паркинсона, мае свой стиль выкладывания диагнозу. И не лише стадии за хен-иаром, и не лише останні клінічные, напевно, субтипы, підтипы, чи то есть тремор доминантный, чи то есть пикт, чи то есть кинетикоригидный, но мае и свою методику выкладывания немоторных проявов. Особенно в нашем центре, я представляю Львовский центр экстрапирамидных розладов, мы выносим из самых первых стадий все немоторные проявы, потому что его может дивиться невролог в других регионах и должны понимать, с кем он мае дело. То есть все немоторные проявы и порушения нюху, и закрепы, и синдром миновой дезрегуляции, и, наверное, порушения импульс-контроля, которые тут также присутствуют. И мы показываем, что на какой стадии далее есть ускладненный перебег, чем в дужках, то есть у него же есть не только дискинезии, у него есть все моторные флюктуации, и виснажение разовой дозы, и онеофы, и ранковые акинезии, и ничные акинезии. Ну, все эти проявы моторные мы вказуем. Далее, моторные флюктуации в дужках, что в него есть пи-кудозы, ну, судячи с в видео, это есть дискинезии и кудозы, или это двухфазная, тогда это вообще важный вариант в коррекции, и доктор узнает, что вам будет на самом деле. И далее немоторные, вказуя также немоторные флюктуации, потому что, наверное, эта дискинезия, которая ему супер, ему добрая, он боится немоторных выключений, не только руховых, а и немоторных флюктуаций, эмоцийных, депрессивных, тревожных, возможно, больовый синдром. Ну, я так думаю. И, соответственно, с этим всех мы выносим в диагноз, и тогда не нужно описывать статус неврологический, то, что мы видим, и рекомендованное лечение. Ну, так мы делаем, а, может, кто еще поделится, как он то пишет. Абсолютно с вами согласна, да. Но я думаю, что это важно не только для того, чтобы видели наши коллеги могли учиться, особенно молодые или те, кто не занимается этой патологией. Это еще очень важно. Это же все функциональные нарушения. Это потом дает возможность, если идет экспертиза трудоспособности, все это учитывать. Потому что для наших больных это очень важно. Спасибо большое. Ну, и у меня еще один аргумент, почему нужно выносить эти осложнения в диагноз. Еще раз, пациент подчеркивает, что во вторую половину дня у него преобладают периоды офф. И если его смотрит другой консультант, другой эксперт, то может фиксировать внимание именно на вот этой ситуации. Он офф и большую продолжительность офф-периода в течение дня у этого человека и выбор тактики лечения. Я пытаюсь предупредить, что здесь нельзя просто стандартно повышать дозу леводопы, несмотря на то, что у этого пациента есть офф-периоды. То есть, к сожалению, синдром дофаминовой дезрегуляции это настолько драматическое состояние, что практически мы не имеем тактики, как его компенсировать. Вопрос к аудитории. Насколько перспективен метод ДБС, опять же, для такого молодого пациента, сохранного когнитивно, с выраженной дискинезией и ярко выраженным феноменом дофаминовой дезрегуляции? Кто-то прокомментирует? ДБС, Татьяна Николаевна. ДБС очень хорошо этому пациенту. В этой ситуации. Единственное, что я немножко как бы сомневаюсь в отношении синдрома дофаминовой дезрегуляции, если пациент во второй половине дня не принимает леводопу. Денег не хватает ему. Вы понимаете, синдромом дофаминовой дезрегуляции, вы понимаете, если наркоману нужна доза, он себя продаст, но дозу примет. В общем-то, да. Это ощущение такое же, как у людей с зависимостью от других препаратов. В любом случае его возраст позволяет рассматривать ДБС как вариант коррекции. Да, абсолютно. Вот с этим я абсолютно согласна, что ДБС хороший вариант для этого пациента. Да, однозначно. У него нет? Чи у него нема никаких таких феноменей, то, что называется порушение импульс-контролю? Чи у него нема… Его импульс-контроль, ну, скажем, для нашей реальности игровые автоматы и какие-то более такие известные европейские формы нарушения импульс-контроля не так явны. У нас форма импульса нарушения импульс-контроля – это сексуальная расторможенность чаще всего встречается, но этот пациент не демонстрирует… Не-не-не, этот пациент не демонстрирует и неконтролируемый прием препаратов. Но самое интересное, что на последних конгрессах как раз вот такие сложные случаи, когда у пациента импульсивно-компульсивные расстройства, вы убираете агонисты дофаминовых рецепторов, возникает синдром отмены агонистов дофаминовых рецепторов, которые переживаются пациентам как ломка, как отмена любых препаратов. И вот как раз в этой ситуации последние данные о том, что ДБС как раз хорошо для этих пациентов, как ни странно, я тоже была поражена. Но специалисты, которые занимаются этой проблемой в центрах, где делают ДБС, как раз рекомендуют. Потому что после ДБС вы снижаете дозу и агонистов, и препаратов, и поэтому есть шанс восстановить его и психологическое состояние, и двигательное. Спасибо большое. Но в этом конкретном случае, конечно, ДБС метод не всем приемлемый по финансовым критериям. Мы здесь пациенту плановой терапии просто повысили дозу монтодина, прокапали опять-таки ПКМЕРС, чтобы немножечко стабилизировать вот эти дискинезии. Пока вот на этом этапе такая была тактика выбрана. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, от Львовского центра экстрапирамидных заболеваний я приглашаю Олену Крепчак. Олена, как всегда, представит сложные случаи в клинике больных с двигательными расстройствами. Это всегда вызов для нас, вызов подумать, вызов принять решение и послушать, что сделали эксперты во Львове. Насправді, я знаю, чи вийшли, чи ще думають, але такі академічні доклади, які були зроблені за два дні, насправді налаштували мене тільки на едину думку. Мы все знаем, а когда до нас приходит насправді реальный пацієнт, мы думаем, как и куда застосовать эти рекомендации. Это моя думка, я просто рассказываю то, что мне удалось, потому что насправді масса вопросов по ДБС и фраза, что неврологи должны помогать. Так, мы должны помогать, если наше Министерство охорони здоровья зробить хотя бы крок, чтобы мы могли им помогать. Потому что тогда потек пацієнтов дейсно будет достойным, и есть много показов у нас. Ну, с ДБС я ничего не понимаю в кинцевом результате, но насправді складный пацієнт в клинице экстрапирамидных розладов, напевно, каждый пацієнт. Потому что, несмотря на то, что у нас есть масса симптомов моторных и немоторных, велика кількість коморбидных станов, складність насправді проявляється в чому? В первинной диагностиці, я собі задаю питание, в перегляді діагнозу по ходу протекания самого захворювания, можливо, в леводопорезистентности або псевдолеводопорезистентности, в тих немоторных проявах, які ми не можем скоригувати, в каких-то леводопоіндукованных моторных ускладнениях, которые прекрасно показала паня Ирина. И они також, это також складный пацієнт, и что с ним делать? Но все просто. И, враховуючи той перший крок, давний, всем знайомый, диагностичная доктрина, есть в нас брадокинезия, есть в нас мязевая ригидность, один из тримптинговых спокоя, постуральная нестабильность. Что делать с пацієнтами, которые имеют этот один симптом? Можно включать пацієнт молодой, который веку 42 лет, который имеет тримптинговое спокоя, легкое постуральное, отсутное тримптинговое кинетическое, которое имеет, как вы видите, все-таки брадокинезия, тут трое видео скачет, но он имеет право, асиметрию симптомов, начаток с правой стороны, и насправді питание, а что делать с ним, его лековать или нет? Какая-то такая брадокинезия, и, возможно, эта человек в физической работе не зауважила, и не пришла бы с таким повильнением рухи, но пацієнт працюет на компьютере, ему это же заважает, и он хочет лековать сегодня, и уже потому, что он молодой, працездатного века. Поэтому у меня вопрос, вы бы лечили этого пацієнта? Так, мы бы его лековали, и мы також домовилися с ним, но тут есть диалог. Кожен пацієнт с хворобой Паркінсона должен знать, что и для чего он принимает, потому что, если он это не осуществует, он принимает просто так, он або не будет, або комплайнс будет на уровне 20%, там не меньше. Отже, ему нужно лековать и цей тремор, поэтому было призначено агонизм дофаминовых рецепторов, он даёт результат протягом півроку наразе, а там будем бачить, молодой пацієнт, 42 роки. Важливо і саме неприємно для меня переглядати діагноз, коли щось йде не так, я покажу пацієнтку, яка має віці 58 років зараз на відео, рік тому вона захворіла, в неї є асиметрія симптомів, скрутити, будь ласка, якщо можна звук, бо там нема такої інформації для вас на данному етапі. Все почалося з болів плечі, тобто синдром замороженого плеча, пацієнтка має асиметрію симптомів, вона добре реагувала на леводопу, вона добре реагувала спочатку на агоністи, дошли до 3 мг, потім вона добре додала препарат леводопи, тому що рухова активність не задовільняла пацієнтку, вона тягнула ногу, вона швидко втратила постуральний рефлекс і через півтора року від початку захворювання, можна так сказати, тому що звернулася вона одразу з болю в плечі, там була легка брадикінезія, в неї розвинулася погана реакція на леводоповмісні препарати і драматичні вегетативні прояви, це і порушення функції тазових органів, і драматична ортостатична гіпотензія. Після цього відео пройшло 2 роки, тобто ми можемо 3,5 роки пацієнтка не виходить з хати через драматичну ортостатичну гіпотензію, хоча на первинному етапі діагностування було проведено МРТ на півтора тесловому апараті, не виявлено жодних ознак імовірного вторинного паркінсонізму, але при перегляді діагнозу і після консультації з завідуючим відділу ми прийняли рішення і переглядаємо МРТ, там є ознаки мультисистемної атрофії і оцей крок 2 ми переглядаємо діагноз і нам дозволено це робити. В більшості випадків можна, така розгорнута клінічна картина вторинного паркінсонізму розгортається до 5 років від початку первинного паркінсонізму. Давайте подивимося на пацієнтку, скрутіть звук, 59 років, яка хворіє 10 років, леводопний вік 8 років. На даному відео ви бачите, що вона має хороатитозні дискінезії, піку дози і аксіальні, і в лівих кінцівках домінують в неї, бо спочалося з лівих кінцівок захворювання, які не лякають дану пацієнтку. Це не важливо, ці дискінезії. Найбільш драматичними є періоди виключення, коли перестає діяти препарати леводопи і моторне виключення не лякає дану пацієнтку, а це є виражений больовий синдром і з вираженими болями є перепади артеріального тиску від 250 на 120 до падіння вже на 120 на 80. Проба на ортостатичну гіпотензію в неї є негативна, тобто лежачи, стоячи вона в періоді включення не показує позитивної проби на ортостатичної проби. Але ці драматичні періоди ОФ з больовим синдромом для неї є трагічними, ніби ми маємо все, все знаємо, підтвердили хворобу Паркінсона і початок унілатеральний, і прогресує, і персистуюча асиметрія, викликані леводопою і дискінезії. А що далі з тим робити? Є складний варіант, з яким я стикнулася не в цієї однієї пацієнтки. Як ви бачите, в неї є весь спектр моторних проявів з моторними флюктуаціями і дискінезіями, немоторні прояви і немоторні флюктуації, які погано реагують на леводопу. Скоротити період прийому між препаратами леводопи неможливо, тому що пацієнтка тоді взагалі не може їсти, і там і так є 2,5 години. І на даному етапі пацієнтка приймає леводопу і короткої дії, і пролонгованої. Агоніз дофамінових рецепторів, які рекомендують приймати в таких немоторних проявах, дає при підвищенні дози, вона реагує на нього прекрасно, через кілька днів часу з'являються галюцинації. Зменшуємо дозу агоністів, додаємо нейролептик, стан трошки коригується, болі зменшуються, але повна відміна агоністів призводить до відсутності галюцинації знов з домінуванням больового виключення. Додали пацієнтці інгибітор МАОБ, щоб згладити їй моторні флюктуації в вигляді он-офів і верінг-офів. Ви бачите тут і кортінеф, і ліпразит, бо є різні в нас підвищення і зниження артеріального тиску. Додали пригабалін на 300 мг, є таке зменшення інтенсивності больового синдрому, і, як виявляється, місце даних препаратів там є. Про біль та хворобу Паркінсона є написано багато праць, їх можна почитати. 10% починається з больового синдрому, і тут треба нам дружити з ортопедами, з ревматологами, бо біль в плечі – це ініціальний, часто 10% ініціальний симптом, біль в спині, і 82% пацієнтів на третій стадії з генеяром скаржаться на біль у всіх опитувальниках. Частота болю, як ви бачите, є, якщо взяти, що зелена, саме правий стовпчик – це відсутність болю, то більш ніж виражений є больовий синдром. Коригувати, хто на що здатен, тобто тут вже кожен з нас приймає рішення, як цьому пацієнту з таким комбінацією симптомом допомогти. До уваги пацієнтка, яка хворіє 3 роки, я її також вважаю складною пацієнткою в своїх думках, тому що вона хворіє 3 роки, в неї є асиметрія симптомів з лівобічною, з ураженням більше лівих кінцівок, хоча ви бачите, вона і гіпомімічна, має загальну брадикінезію. Вона має, на даному слайді є погіршення симптомів, хоча вона добре реагувала на леводопут, через те, що є дисфункція шлунково-кишкового тракту, і ми вже цю псевдорезистентність починаємо думати, чому така погана реакція на леводопу, чи це не є паркінсонізм плюс. Розглядаємо, немає жодного червоного пропорця в переліку тих запропонованих нам кроком 2. Виявляємо, робимо гастроскопію, виявляємо гелікобактер пілорі, і корекція і радикація гелікобактер пілорі призвела до того, що пацієнтка має добрий відгук на леводопут. Тобто таке питання, як на мене, також, напевно, треба розглядати, особливо, коли все йшло добре, і немає жодних червоних пропорців, але от немає такої доброї відгуку на леводопу. Важливе є і харчування, і періоди застосування леводопи на голодний шлунок також. Якщо взяти пацієнтів, які мають важко кориговані моторні прояви, прекрасну доповідь має Тетяна Миколаївна-Слободін, вона добре описує, можна включити верхні відео. Це ті тремордомінантні форми, коли прекрасно було б провести їм глибоку стимуляцію мозку, вони погано реагують на леводопу. Їм не завжди достатньо піднімати агоністи дофамінових рецепторів до високих доз. Тут йде і долучення бета-адреноблокаторів, і примідону, і навіть клоназепаму. Питання в мене, чи ви можете в себе в регіонах виписувати колоназепам? Може, поможете нам? В стаціонарі також ні. Рекомендації і за місцем проживання, ну якось то тяжко йде. І такі феномени, як примерзання, по яких також є досить багато клінічних досліджень, плацебо-контрольованих, і вплив інгибіторів МАОБ, і вплив амантадину, насправді важко коригований такий руховий розлад, не дофамінергічний, а з перевагою холінергічної недостатності, тут буде ефективним, власне, інгибітори холінестерази, наприклад, ревостигмін, для покращення таких рухових феноменів. І важливо є те, що насправді нашим пацієнтам важлива не медикаментозна терапія, і досить гарно ми про це поговорили, і артерапія, і танготерапія. Важливим є те, в якому емоційному стані пацієнт сприймає або не сприймає своєї хвороби, має леводопофобію чи не має, займається любимою справою чи ні. На остаток, пацієнт, який хворіє сім років, який має по перегляду банку, критерів банку мозку, всі симптоми вірогідної хвороби Паркінсона, з асиметрією симптомів. Бачите, гіпомімічний, є тремор спокою з домінуючою правою стороною, є брадикінезія. Пацієнт, який має леводопофобію, але він активний є в своєму житті, він займається спортом, любимою справою, внуками садить квіти, пише мемуари, і на 10-му році своєї хвороби змушений на його вислів, як ми не переконували його раніше, змушений в зв'язку з тим, що він повністю не має в можливості навіть писати, почав приймати леводопу. І який гарну відповідь можна включити в відео, він дав на препарат з зменшенням брадикінезії, на цьому слайді є доза леводопа 500 міліграмів і залишений преміпексол пролонгований 3 міліграми. Тобто він є цілком компенсований пацієнт, який має відсутню депресію, відсутню апатію, відсутню будь-яку тривогу. Тому таких пацієнтів можна дозволити їм мати вибір. І ми такої можливості таким пацієнтам надаємо. Тому я вам бажаю, щоб ви не мали ніяких немоторних, емоційних моментів у своїх пацієнтів, і щоб всі складні пацієнти складалися в пазл один. Дякую. Може, якісь питання? Ми показували молоду жінку 42 роки і говорили, що вона вже була з 40 років на льдопі. Чому було таке прийнятое рішення? Дякую. Прекрасне питання. Насправді почали з агоністів дофамінових рецепторів комбінації з інгибіторами МАОБ. Але ця пацієнтка є манікюрщиця, і вона малює квіти на нігтях. Тому це її основне бажання. Ми вивчаємо з пацієнтами і всі індуковані дискінезії в майбутньому, і моменти, які з цим пов'язані, і як довго, і як тривало. Тому було прийнятое рішення самою пацієнткою. Дозу ми коригуємо. Синдрому дофаміної дезрегуляції вона немає. Тобто надія на комплайнс є висока, і ми надіємося, що ми дамо з нею раду. Слова скажу. Знаєте, льводопа, то не є отрута. І я призначаю льводопу пацієнтам навіть з 36-38 років. Ви знаєте, коли закінчилася війна в В'єтнамі, і коли прийшли тоді вже лікарі, червоний хрест і так далі, виявилося, що за той час, а там тривала майже 20 років війна, що є хорі з хоробою Паркінсона, які не то, що агоністів чи інших, а навіть льводопи не бачили в суму, які хворіли там 10 років, 14 років і так далі. І коли їм зачали давати льводопу, у них дискінезія розвинулася через 3 місяці, через пів року. З чого було зроблено висновок, що дискінезія – то не є результат ранньої дачі льводопи, а то є результат прогресування самого захворювання. Тобто, можна давати агоністи, якщо там… Але ви знаєте, в тих дослідженнях, які говорили, що дача льводопи прискорює, там є елемент маніпуляції. І тому-то, таке саме, як було показано, недавно була стаття, обстежували пацієнтів в Танзанії, в Африці. Тобто, тих пацієнтів, які ніколи нічого не приймали. Тому що також була така точка зору, що рання дача проти паркінсонічних середників може викликати раннє виникнення психозу. Так от, рівно у проценті пацієнтів, 10-20% пацієнтів, природній розвиток дофамінової нейродегенерації приводив до розвитку психозу, без будь-яких ліків. Тобто, тут треба, знаєте, тут немає, як в екстрапірамідній патології, то мене Ірина Миколаївна, я думаю, підтримує, немає жорстких правил. І тому тут дуже складна клінічна група, дуже складна клінічна група, тому що тут треба відчувати пацієнта. І дуже багато робиться по критеріях, безумовно, але певна інтуїція тут також присутня. Дякую, можна ще коментарити, опять же, по цій пацієнтці, котрій 43 роки, по статистикі, після удачно-успішної радікації хеликобактера рецидив через какое-то, ну, практично 100% происходит. І її нереагування на ліводопу, зв'язанне з гастронентрологічними проблемами, скоріше з-за цього не так хорошо чувствують і агоністы, і лдеприл, этот, інгибітром АОБ. Рассматривали ли ви варіант трансдермального агоніста? Насправді, ірадикація, ну, ми вивчали це питання, ірадикація геликобактер пілорі є рецидив через пів, ну, через 6-8 місяців, ну, по літературі, так, швидко. Питання в вирішенні трансдермального пластиря в даній ситуації не зовсім приймається, тому що в нас його немає. Він з'явився в Україні. По-друге, їй недостатньо агоніста дофамінових рецепторів. Вона його приймає, але його ефективності їй є недостатньо, тому ліводопу ми мусимо давати, а її в трансдермальному пластирі в нас, на жаль, немає. Ну, тут є, напевно, імовірно, ця пацієнтка буде колись претендентом на дуоденопомпу, імовірно, як буде розвиватися події. Але питання в агоністі тут взагалі не йде в засвоєнні його і ефективності його. Дякую.